И какой школьник не любит зимой прокатиться на санках или на коньках, поиграть в снежки, проложить лыжню? Дети есть дети, все мы такими были. И всё бы ничего, если бы не зима с её скользким характером. Вот и девятиклассник Даниил не устоял. И, похоже, лёгким испугом дело не обойдётся. Спешил домой, побежал, подскользнулся, упал, и получилась травма. За ночь рука опухла, на утро проснулся, было очень больно, и сказал родителям, и мы поехали сюда. Сейчас сделают снимок, и уже будет понятно, что там с рукой. Будешь бегать ещё? Или всё-таки будешь более осторожным? Бегать-то я буду, но когда не скользко будет. Не бегайте, когда лёд, потому что может так обернуться плохо. А вот ещё одна история. Она о том, как мальчик вышел с друзьями покататься на санках. Ничто не предвещало беды, но итогом стал поход в травматологический пункт с жалобами на боли в области тазобедренного сустава. Я решил прокатиться с незнакомой горки, и в конце был обрыв, и я туда упал. Я ударился сильно. Я советую другим детям, чтобы такое не случилось, обдумать всё наперёд. К зимнему времени основательно готовятся не только ребята, но и медицинский персонал травматологических отделений. На данный момент года лидируют обращения с чисто бытовыми травмами. На втором месте – уличные травмы, обусловленные погодными условиями и зимними развлечениями. В этом году с нашими, вот за весь период этого месяца, на 20 число, включая морозы, гололёдная травма и холодовая составила 60 пациентов. Некоторые из них обслужены амбулаторно, некоторым понадобилось гипсование, некоторые с разбитыми ранами пришлось оказывать хирургическую помощь. Несколько человек было госпитализировано в травматологическом отделении. Сейчас как раз такая пора, выпал снег, все рады, все довольны. Увеличилась травма детей и чаще всего травмоопасный вид – это спуски с горок на необорудованных горках. Особо опасны тюбинги, которые являются в принципе неуправляемым средством при спуске с горы. Что же касается зимнего травматизма среди взрослого населения, то здесь, как оказалось, играет роль не только сезон, но даже конкретная дата календаря. То ли старой Новый год у Брещан удался, то ли число 13 оказалось несчастливым. Но именно в этот день было зафиксировано максимальное количество обращений. С 1 января этого года, за этот год, у нас с гололедной травмой к нам в травмопункт обратилось 47 человек. Самое большое количество обратившихся было 13 января. Меньше всего, минимальное количество пациентов, которые обращались с гололедной травмой, это как раз когда была холодная погода, когда люди береглись, никто не выходил на улицу, соответственно, не падали, не получали травмы. Сейчас, когда потеплело, стало больше. До холодов, во время холодов было 1-2 человека обращались в сутки, сейчас уже порядка 6-7. Даже эти большие холода, вот как ни странно, морженей не было. Во избежание попадания на больничную койку, медики призывают быть бдительными и не рисковать своим здоровьем. Очень хотелось бы в плане профилактики гололедных травм, чтобы граждане берегли себя, были предельно внимательны, осторожны. Это самое главное, особенно во время праздников. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.